Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. На площадях, в парках и торговых центрах, где еще можно поставить прививки от гриппа? Из болельщиков, спортсмены, республика готовится к старту любителей калашников биатлон-фест. Задания не из учебников, а из жизни. Квантарианцы сегодня решали задачи, с которыми спасатели сталкиваются каждый день. И в Удмуртии снова набирают бесплатный курс удмуртского языка. Когда начнутся первые занятия, расскажем. 130 тысяч жителей республики уже поставили прививку от гриппа. Темпы вакцинации в этом году медиков устраивают тем, кто еще не защитил себя. Врачи настоятельно советуют это сделать. Причем лучше всего в ближайшее время. Почему, рассказали нашему корреспонденту Альбине Валикжаниной. Сегодня выездная бригада ставила прививки посетителям одного из торговых центров города. Сделать ее мог любой желающий. При себе нужно иметь только паспорт и полис медицинского страхования. Рафаэл Муртайзин от бесплатной вакцинации никогда не отказывается. Прививку против гриппа ставят ежегодно. Я работаю практически в среде, где постоянно посетители, где постоянно народ. Поэтому возможность заражения вирусом гриппа большая. Поэтому я прививаюсь. В этом году в составе вакцины два штамма вируса гриппа типа А и один типа Б. С первыми двумя жители Удмуртии уже сталкивались раньше. А вот третий тип совершенно новый. Он не циркулировал в прошлом году. В этом году считается актуальным. И, как правило, по статистике вируса гриппа Б, они чаще массово регистрируются в конце эпидезона. То есть вызывают у непривитых второй этап, вторую волну гриппа. Вот они и страшны. Противопоказаний у прививки немного. Нельзя ее оставить только людям с аллергеной куриный белок. Для беременной женщины детей применяют вакцину немного отличную от основной. Медики настаивают, прививку лучше сделать сейчас, когда еще нет подъема респираторных заболеваний. В прошлом году достаточно широко провели вакцинацию. И до Нового года у нас не было зафиксировано ни единого случая выявления гриппа. В чем еще опасность гриппа? Что его на начальных стадиях практически невозможно различить с обычными заболеваниями, с простудой, с вирусной инфекцией. Главная же опасность гриппа, говорят специалисты, не в самом вирусе, а его последствиях. Как правило, заболевание провоцирует тяжелые осложнения. Вакцинация – единственный способ защитить себя. Поставить прививку от гриппа между делом, прогуливаясь по центральной площади Ижевска, сможет любой желающий. Уже в эту субботу там развернется специальный мобильный комплекс. Оксана Худякова, Альбина Валикжанина, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Сегодня началось формирование нового состава общественной палаты республики. Госсовет республики принял соответствующее постановление. У действующего состава палаты завершается срок полномочий. Сменить его могут представители различных некоммерческих общественных организаций республики. Представления кандидатов будут приниматься по 20 октября включительно. А Ижевск в эти дни готовится к знаковому спортивному событию. 22 сентября на стрелковом комплексе имени Демидова пройдет гонка по летнему биатлону для всех желающих. Сбудется мечта сотен болельщиков, которым смотреть любимый биатлон только по телевизору уже скучно. Что нужно, чтобы выйти на старт, расскажет Дмитрий Вороновнин. Сидеть на диване и смотреть любимый биатлон по телевизору жителям Удмуртии уже скучно. И вот он шанс. В Ижевске 22 сентября состоится биатлонная гонка для всех желающих, где каждый сможет ощутить себя в шкуре биатлониста. Попробовать себя в этом виде спорта, который ты с детства смотришь по телевизору, мне кажется, это действительно уникальная возможность для всех. Я бы посоветовал всем, кто ругает наших спортсменов, критикует, самим бы просто взять в руки винтовку на любительских соревнованиях, попробовать. С безопасностью все будет окей, заверили сегодня организаторы. Перед тем, как взять винтовку в руки, все участники калашников биатлон ФС пройдут строгий инструктаж, а стрелять будут из этой Ижевской пневматической винтовки Би-75. С нее начинают все новички биатлонных секций. Очень удобная винтовка для работы, для тренировок молодых спортсменов. Винтовка работает за счет энергии сжатого воздуха. На огневой рубеж сегодня вышли журналисты. Стрелковую тренировку для них провели маститые профи. Цел здесь, нужно положить щеку. На щеку и совмещайте. А левую руку правильно держу? Почти правильно. Покажите, как надо будет. Советы оказались ценными, и уже спустя мгновение журналисты моей Удмуртии показали на огневом рубеже самые меткие выстрелы среди всех коллег-телевизионщиков. И стреляю. Да, пожалуйста. Спасибо. Перезарядка. Вот, правильно. Последний выход. Максимально. Отлично. Четыре, да? Четыре, да. Один штрафной круг получается? Да. Здесь и правда, все будет, как в настоящем биатлоне. Гонка, стрельба, штрафные круги. Стартовать смогут все желающие старше 18 лет при наличии медсправки. Каждому участнику биатлон-феста предстоит преодолеть три круга по 900 метров с двумя огневыми рубежами. А сколько будет участников, организаторы уже примерно знают. Первый старт такого формата мы привели, если вы помните, почти год назад, на жесткой винтовке. У нас на тот момент было зарегистрировано больше ста участников. На данный момент сегодня уже чуть больше 200 зарегистрированных. Интерес к гонке и в самом деле большой. Ожидается, что смотреть ее приедут десятки тысяч зрителей. Для них будут организованы бесплатные автобусы. И большая развлекательная программа. Аттракционы, мастер-классы, интерактивные площадки. Приедут в Ижевске звезды биатлона. Максим Чудов, Ольга Зайцева, Альбина Ахатова и другие. Напомним, гонка состоится 22 сентября. И станет финальным аккордом празднования Дня оружейника в Удмуртии. Дмитрий Воронов, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевске завершается онлайн-голосование про выборы улиц, которые, по мнению горожан, в первую очередь отремонтировать в следующем году. Опрос стартовал 3 сентября. На данный момент на портале уже зарегистрировались свыше 2500 человек. Пользователи уже обратили внимание, что в этом году для участия в голосовании требуется обязательная авторизация. Как пояснили организаторы рейтингового опроса, это сделано для исключения возможных накруток голосов. На сегодня в тройке лидеров улица Берша, Цветочная и Ворошилова. Опрос завершится 14 сентября. Итоги голосования уже в понедельник опубликуют на сайте регионального Миндортранса и администрации Ижевска. А до 1 октября должны завершиться работы по федеральной программе формирования комфортной среды. План на этот год – благоустроить 155 дворов и более 70 общественных пространств. Работы на 90% уже выполнены. Об этом рассказал министр строительства Иван Ястреб во время своего визита в Кизнерский район. Еще недавно ровно напротив здания Кизнерского дворца культуры красовался барак. А сегодня на месте аварийного дома вырос сквер. Строители уже уложили здесь брусчатку, поставили скамейки и урны. А чем наполнить это общественное пространство, решат уже жители. Какой бы хотели видеть эту площадку? Видим, что с ребенком идете? Ну, детскую, конечно. Что бы больше было? Развлечений для детей. Горы, качели. Почему нужна детская площадка? Во-первых, это детям, где есть, поиграть. Во-вторых, родителям погулять. Во-третьих, это облагораживает центр наш. Красиво. Первым делом здесь должна появиться детская площадка и клумбы. Сквер обустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Только на этот объект было потрачено почти 2 миллиона рублей. Я думаю, когда появится здесь детская площадка, дети и молодые мамы будут радоваться на этой площадке. Ну, а что бы остальные, скажем так, вредители не мешали, мы поставили видеокамеры. Это рекреационная территория. Здесь запрещается курить, распивать и заниматься ненужными, непотребными делами. В Удмуртии только в этом году отремонтируют 155 дворов и 77 общественных пространств. Готовность объектов, по словам министра строительства Ивана Ястреба, составляет 90%. Все основные работы будут выполнены до 1 октября. У нас отставание от графика есть только по центральной площади в Ижевске, потому что у нас поступила жалоба в федеральную антимонопольную службу. Ну, вот на днях у нас будет подведение итогов, подрядчик сможет выйти на площадку. Ну, будем нагонять уже непосредственно в рамках выполнения строительных монтажных работ. Напомню, что мы в этом году создали центр компетенции развития городской среды. Это центр компетенции, который будет помогать нашим муниципалитетам создавать еще более качественные проекты дворовых территорий, общественных пространств. Между тем, не все подрядчики и власти на местах справились со своими задачами. Кое-где участие в проекте превратилось в банальное освоение денег, а не в создание центров притяжения, сообщил министр. В конце года правительство проведет анализ и составит рейтинг муниципалитетов, участвующих в проекте благоустройства. Роман Вагинов, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Спасатели Удмуртии сегодня провели показательное учение. На центральной площади Ижевска развернулась целая спецоперация. Тушение пожара, спасение и эвакуация пострадавших. Зрителями стали прохожие, студенты, кадеты и будущие спасатели. Каждая такая тренировка – это проверка и самих пожарных, и техники. В каждом учении мы применяем новые способы и средства, которые на вооружении в МЧС России находятся. И сегодня вы видели, мы тушили пожар уже не огнетушителем, а ранцевым огнетушителем, который стоит на вооружении у нас в частях. И сегодня показали действия робототехники. И сегодня же подростков, увлеченных робототехникой и информационными технологиями, сотрудники МЧС привлекли к решению тех проблем, с которыми им приходится сталкиваться практически ежедневно. Ученики технопарка «Кванториум» сегодня стали участниками нестандартной для них проектной сессии. Александр Демидов с подробностями. Этот шатер на центральной площади на несколько часов стал центром мозгового штурма. Спасатели попросили школьников поделиться идеями, как повысить пожарную безопасность. Например, как ускорить выдвижение пожарной лестницы на спецтехнике, ведь при тушении дорога каждая секунда. У нас было много идей от пневматических поршней до мотора, который будет ее выталкивать. Мы решили, мы остановились все-таки на пиропатроне. На самом деле не приходилось сталкиваться с такой задачей, но, скорее всего, это будет не так сложно реализовать, потому что пиропатроны сейчас используются в подушках безопасности машины, когда выстреливает подушка. То есть здесь будет примерно то же самое. Решать какие-либо задачи кванторианцы привыкли. Но здесь задания не выдуманы, они все взяты из жизни. Ребята в течение трех часов погружались в проблемы, с которыми спасателям приходится сталкиваться каждый день. И это принципиальное отличие сегодняшней проектной сессии. Мы просто думаем о том, как же сориентировать детей на общественный запрос. Как же сделать так, чтобы дети видели, что общество – это живой развивающийся организм, и в нем действительно очень много, в том числе и проблем, которые нужно решать. И если молодые, юные изобретатели будут думать уже об этом сейчас, мне кажется, мы получим более гармоничное общество, более безопасное. Самые интересные идеи позже планируют отправить на окружной конкурс. Ожидания от проектов юных кулибинов серьёзные. Среди юных талантов есть опытные изобретатели, чьи наработки уже отметили в региональном МЧС. Всё, что дети сделают, дальше пойдёт сопровождение этих решений, то есть в надежде, что они найдут какое-то практическое применение этих решений. Среди этих ребятишек есть уже девятиклассник, который изобрёл, разработал улавливатель газа. А потому в будущем такие мозговые штурмы могут стать постоянными. Александр Демидов, Андрей Бусыгин, телеганал «Моя Удмуртия». В республике вновь объявлен набор на курсы удмуртского языка. Они проводятся бесплатно. В этом году обучение будет проходить в Ижевске на шести площадках. В Национальном театре, Доме дружбы народов, в Гуманитарном лицее, в УДГУ, в Национальной гимназии, а также в библиотеке имени Флора Васильева. Занятия начнутся уже с октября. Ещё мы ждём инициативы из городов и районов республики, потому что мы работаем в такой заявочной форме. Если в каком-то населённом пункте собирается группа не менее 15 человек, государство берёт на себя обязательства по оплате труда преподавателя, который будет работать с этой группой. Курсы удмуртского в республике проводятся не первый год, так в прошлом через них прошло более 500 слушателей. Примерно такое же количество ждут и в этом году. Уже на следующей неделе, 20 сентября, в 6 вечера, в Доме дружбы народов пройдёт организационное собрание. В Ижевске на маршрут сегодня вышел рыжий трамвай. Так транспортники отметили ежегодный фестиваль. В этом году он юбилейный, 15-й по счёту. Этот фестиваль уже давно стал визитной карточкой города. Об этом сегодня напоминали и пассажиры солнечного трамвая. Рыжий фестиваль – это бренд города Ижевска. Нигде такого фестиваля в других странах и городах нет. Это наше, родное, сделано в Ижевске, сделано в Удмуртии. То есть надо развивать? Надо развивать этот бренд, чтобы приезжали к нам и из других городов, республик, а может быть даже и стран. Основные гуляния рыжего фестиваля пройдут в парке космонавтов. Завершится праздник 15 сентября праздничным салютом. И у меня на этом всё. Ещё больше новостей на нашем сайте. Сентябрь – самое подходящее время утепляться. Большой выбор модных курток и тёплых пуховиков предлагает Ижевчанам уникальная ярмарка верхней одежды, пожалуй, самая масштабная в столице Удмуртии за последние несколько лет. Важно, теперь не нужно тратить время на утомительные походы по магазинам в поисках интересных и оригинальных вещей, а в одном месте быстро и качественно принарядиться к зиме. Причём сразу всей семье. Мы привезли огромное количество осенних и зимних курток различных цветов, различных моделей, которые отшиваются на российских фабриках. Каждую куртку осеннюю можно купить всего лишь по 3 500, а зимнюю всего лишь за 4 500 рублей. Разноцветие и модельный ряд тёплых и лёгких пуховиков курток впечатляет. Молодёжные и классические, короткие и удлинённые, разноцветные. Новая зимняя коллекция рассчитана на очень широкую категорию покупателей. Я искала куртку зимнюю и наконец-то нашла по себе. И очень красивая куртка, лёгкая и дешёвая. Очень хороший ассортимент. И демисезонные, и зимние. Я довольна покупкой. Подобрать удачный фасон и модель на разные случаи и любой вкус на ярмарке верхней одежды могут не только женщины любого возраста и разной комплекции. Ультрамодные яркие пуховики для молодых модников и тёплая актуальная классика для взрослых – самые популярные модели среди мужчин. Оригинальные модели и большой ассортимент от размера от 42 по 72 размер куртки. Они очень удобные в применении, легко стираются. В состав входит холофайбер, тинсулей. Есть горнолыжные курточки, есть куртки для молодёжи и для пожилого возраста. Российское качество, оригинальные модели и демократичные цены – 3500 рублей за любую куртку и 4500 за тёплый пуховик – своеобразный лозунг масштабной ярмарки верхней одежды. Королевство курток и пуховиков развернулось в центре Ижевска на улице Пушкинской, 235. Роскошная шуба – мечта любой женщины. Как качественные и тёплые, давно зарекомендовали себя шубой компании «Белка» «Вятские меха». Любительницы тепло, а главное – красиво одеваться, давно выбирают продукцию этой компании. «Вятские меха» «Белка» привезла в Ижевск шубы не только из роскошной норки, но и мутона, каракуля, пушнины. Более семи сотен моделей – от классики до ультрамодных фасонов. Это красивые функциональные трансформеры, стильные автоледи. Как долго будет служить шуба, зависит от её качества. При покупке стоит обратить внимание на внешний вид. Шубы – мех должен быть гладким, пушистым, с равномерным окрашиванием. Посадка изделия – тоже очень важный параметр. Компания «Вятские меха» «Белка» гарантирует пошив по лучшим европейским лекалам и высокое качество изделия. Качественный пошив, практичность меха и стильный фасон порадуют любую покупательницу. Множество изделий и самые разные оттенки – от светло-голубого до тёмного. Широкий размерный ряд – от 40 до 64 размера. Словом, капризным дамам есть из чего выбрать. Выбор большой, конечно, можно выбрать шуба хорошая. Все меховые изделия компании «Вятские меха» «Белка» чипированы и имеют паспорта. Это гарантия фабричного качества. Благодаря регулярным большим поставкам компания даёт гарантию низкой цены. На выставке можно купить норковую шубу «Мечты» за 64 тысячи рублей, а мутон – всего за 14 тысяч 900. Для наших покупателей существует выгодная рассрочка до двух лет, без переплаты и без первоначального взноса, а также существует наличный и безналичный расчёт. Выставка в Ижевске будет работать с 10 утра до 7 вечера на площадке Ледового дворца «Ишсталь» до 16 сентября. Помните, сейчас самое выгодное время для покупки шубы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!